итак друзья привет это канал music rider давно не виделись ребят во всех с прошедшими праздниками хороших ровных дорог вам всем давно не снимал видео и почему не снимал потому что мотоциклетной жизни моей произошли изменения и мне не хотелось вот это как-то знаете там взял багажник там поменял масло раз два три все это нет мне хотелось это записать более таким развернутым видео поэтому сразу хочу сказать начале видео ребят кому влом это все смотреть либо пролистывайте либо выключаете я абсолютно не обижусь и к этому нормально отношусь каждый смотрит тот контент который ему интересен вот но это видео прежде всего как бы мое личное такое откровение почему как что у меня поменялось и почему я принял это решение вот наверное сделаю небольшой спойлер ребят я меняю свой мотоцикл мой баджаж нс-200 сейчас находится на продаже я его продаю сейчас не могу сказать что я расстаю с этим мотоциклом очень легко я с болью в душе расстаюсь что знаете как вот первая любовь которая но очень сложно расставаться все равно будешь жить сколько у тебя в жизни чего меняться не будет и все равно будешь помнить этот мотоцикл все равно он будет для тебя первым будет лучшим и я рад что вот этот первый блин у меня до этого был мопед но все равно я считаю что такой первого настоящего мотоцикла потому что здесь вложены не только руки здесь вложена душа еще в него я очень его люблю я бы в жизнь бы его не продал если бы ну нет у меня возможности содержать платить два мотоцикла это непросто это непросто и как бы если была возможность я конечно имел бы два мотоцикла один такой вот второй был бы меня баджаж не продал бы тысячу лет я очень его люблю он очень классный мотоцикл но надо двигаться и расти дальше он сейчас находится на продаже кто находится беларуси в городе минске вы видите всю историю мотоцикла можете посмотреть мой канал я ничего не скрываю что я делал как я делал все подноготная видно вами надо искать какие-то косяки скрытые еще что-то все честно по этому мотоциклу все есть все что к нему идет в комплекте все это тоже продается к этому мотоциклу я сейчас снял ветровик почему снял потому что мне немножко неудобно в гараже хранить два мотоцикла еще автомобиля гараж у меня 19 квадратов он очень маленький плюс еще шкафы полки и прочее поэтому это все делись дело сняли кому интересно ребят пожалуйста есть на кто-то может написать в личку есть у меня в соцсети мои всегда под видео под всеми да кто хочет может посмотреть объявление на в мото в бай он там один стоит у меня с ветровиком приходите будем разговаривать посмотрим я все расскажу объясню что чего и как давайте сначала расскажу вам почему решил поменять свой мотоцикл дело в том что как и в старом видео я говорил все идет вперед все движется нужно пройти первый класс второй третий и дальше то же самое с мотоциклами я до сих пор если меня спросят какой мотоцикл должен быть первым я со всей ответственностью отвечу конкретно первый мотоцикл должна быть двухсотка 200 250 потолок 400 если ты здоровый кони ты будешь его тягать я принял правильное решение потому что я проездил на этом мотоцикле тысяч пять и только после этого я понял что вроде как я уже более-менее стал ездить и чувствовать себя увереннее на дороге я проехал на нем 7 600 если быть точным но учитывая что я за мотоциклом сейчас смотрю я постоянно прогреваю его два раза в неделю я подзаряжаю аккумулятор и катаюсь по кругу по гаражам прокатывать буквально километр-два немного чтобы он ну немножко поработал дошипа на хранение на зиму не ставишь об он жил своей жизнью вот у меня здесь тепло у меня здесь плюс 12 градусов и поэтому здесь всегда сухо никакой влажности здесь хорошая вентиляция у нас ничего не гниет не машина у меня все стоит отлично уже уже наверно лет почти десять вот и я проехал на нем вот уже ну грубо как грубо да то без четырех километров четырехсот километров я на нем проехал 8000 и в основном это была езда по городу и учитывая обдача где-то там 30 туда 30 назад но в целом я ездил по городу процентов 80 и 20 процентов я ездил по трассе ну потому что я бы ездил по кольцевой я бы выездил по кольцевой но по скорости конечно на трассах гонять не совсем комфортно на этом мотоцикле но для города для поселка какого-то расстояния там 50 100 километров вообще не проблема то есть это мотоцикл просто идеален вот и первой причиной стало что ну я уже вырос этого мотоцикла и хотелось чего-то большего а знаете в чем проявлялась вот это понятие чего-то большего я стал делать те вещи которые я лично как ну как наверное не только как человек как байкер а человек который как человек как водитель сам там на машине где-то как пешеход я это не принимаю и это стало наверное одной из самых главных причин замены этого мотоцикла потому что я стал слишком уверенно на нем ездить и я теперь понимаю почему многие на спарта чах на шести сотках люди разбиваются потому что мощи очень много ты чувствуешь мотоцикл очень идеально уверенно и ты начинаешь вытворять вещи но которые уже за гранью за гранью понимания то же самое со мной произошла ситуация я уже достаточно уверен на нем себя чувствовал и я начал уже просто устраивать такие шашечки по городу то есть казалось бы да но 80 там не стали там приходить на камеры что там скорость стал увеличивать и прочее там где не надо причем ночью ну и я понял что короче надо сбавить обороты потому что до беды совсем недалеко и это стало причиной того почему мне нужно что-то такое на чем я буду опять учиться и бояться и то есть у меня будет какая-то грань я понимаю все в голове там все зависит от человека не поверьте ребят если ты вырос для мотоцикла и он тебе соответствует по каким-то характеристикам уже и ты уже превосходишь их лучше мод поменять вообще лучше мод поменять если ты чувствуешь что ты уже начинаешь перегибать палку это лично мое сугубо мнение можете с ними согласиться если вас устраивает двухсотка и вы едете на ней и вам огонь на ней то есть проблем никаких нету и вас устраивает скорость вас вы редко ездите редко ездить это очень тоже важно то в принципе вам это мотоцикла хватит вот но я понял что с весны по сеть по зиму даже да ну блин это моя жизнь я настолько влюбился в мотоциклы я настолько влюбился в это мото движение что блин я не представляю уже как как можно вот без этого я просто молюсь всегда бога чтобы ну как бы все мне есть каждый сезон был без аварий чтобы я кайфовал от того что я делаю просто хочу подтвердить чтобы не возвращаться к этому опять баджаш пульсар ns200 просто охеренный мотоцикл никого не слушать никакой то не китаец я видел китаец у меня был мопед китаец в котором через 80 километров тросик порвался газа сука прямо в середине понимается мне в начале не в конце в середине разорвался тросик спидометра и он уже не показывал постоянный каждый там 50 километров я что-то делал короче это ребят это не китай это хороший мотоцикл индийский нормально собирается если в индии собирается не значит что он какое-то говно китайское как многие называют это китайщина пусть зад поцелует я ездил этом мотоцикле 8000 это хороший мотоцикл и дай бог что мой следующий мотоцикл проездил хотя бы этих же 8000 как проехал этот баджаш малолитражник и всем рекомендую если вы начинающий если вы смотрите мои обзоры ребята я всегда буду говорить о том что ns200 пульсар отличный мод ну а сейчас я объяснил причину почему я решил заменить этот мотоцикл потому что я просто с него вырос я стал старше ну наверное очень жаль с ним расставаться говорю что я бы никогда бы его не отдал бы у меня была финансовая возможность место было хранить за него же платить еще надо налоги и прочее ну нет у меня такой возможности был бы побогаче я бы оставил бы эти два мотоцикла потому что я люблю и пульсар свой второй мотоцикл сейчас скажу какой вообще все ребят с этим все понятно с баджашем мотоциклом я все что хотел рассказал а сейчас я рад представить вам свой новый мотоцикл свой новый аппарат в который я влюбился просто с первого взгляда я сейчас сделаю небольшой такой музыкальный обзорчик на него и после этого я расскажу почему я пришел к этому мотоциклу как я пришел к этому мотоциклу и почему именно этот мотоцикл и никакой другой должен был быть другой все очень резко и очень все быстро поменялось а следующее видео уже у меня будет видео обзор этого мотоцикла по кругу по кругу после чего я буду рассказывать что я делаю я очень много сделан этом мотоцикле уже очень очень много я очень много чего позаказывал у меня около 30 посылок идет с алиэкспресса на этот мотоцикл там всего разного то есть я начинаю все сначала как и с этим мотоциклом начинают там одержатели и прочее ребят все я рад представить своего нового кореша своего железного кореша yamaha xg 900 смотрим и а и а и а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребят, чем бы хотелось похвастаться Yamaha XG900 Ну, чем он лучше Bajaja? Ну, наверное, всем Ну, что уж тут говорить Мотоцикл 2002 года, я всегда был противником старых мотоциклов Но вы знаете, что? Я когда стал смотреть что-то более-менее такое под замену серьезное Я как-то не нашел ничего такого адекватного, чтобы мне нравилось Такой кубатурный мотоцикл, почему 900, я сейчас объясню историю быстренько Ну, то есть, все стоило достаточно больших денег И мне не нравились визуальные мотоциклы, те, которые новые Что-то в них не то, я не знаю Почему я выбрал этот мотоцикл? Ну, по одной простой причине, что он ремонтопригоден легко В нем хорошая цена И я не слышал ни одного негативного отзыва о этом мотоцикле Ни одного Все, что в этом мотоцикле, вижу я только один-единственный минус Который в нем есть, минус большой, ребят Он очень тяжелый И, наверное, второй такой минус Об этом все знают, но это является его нормой Это спорт-турист мотоцикл Это то, что он на малых поворотах На медленной скорости, когда едешь, поворачиваешь Он очень сильно заваливается И его надо, ну, надо приложиться, удерживать на мелких поворотах Но это все-таки, я вам скажу, что и турист Сейчас я объясню вам, почему я выбрал именно этот мотоцикл Для меня это очень важно И, возможно, кто-то примет такое же решение И не будет торопиться после малокубатурника Садиться на 600-ку А сразу на 900-ку Я сейчас объясню, почему Когда я решил поменять мотоцикл, было принято решение Значит, приобрести какой-то 600-кубовый То есть, мне его хватает Покатаемся на нем, посмотрим Все, я остановился на 600-кубовом И я стал кататься по площадкам Стал искать вариант Какой-нибудь мотоцикл 600-кубов И так сложилось, что в Минске есть одна компания хорошая Я не занимаюсь сейчас никакой рекламой В каждой компании какие-то хочется улучшения, наверное И как-то по-другому, чтобы относились Но пока что на данный момент В этой компании мне больше всего понравилось отношение К покупателю Даже к тому, кто пришел просто посмотреть А не что-то сразу покупать Это компания Мотостронг Есть такая в Минске Я опять же говорю, я не занимаюсь никакой рекламой Я просто говорю о том, что, ну, наверное, самые более-менее Такие мотоциклы, которые имеют хороший внешний вид И мотоциклы, которые в более-менее достойном виде Это компания Мотостронг Это лично мое мнение И опять же, третий раз говорю Никакой рекламы я не делаю никому И я решил сказать себе 600 кубов Я пришел на компанию эту Мотостронг Пошел посмотреть мотоциклы И как бы я ориентировочно Ну, что мне понравилось Это был мотоцикл, который называется Сузуки Бандит Его все знают Достаточно популярная модель 600 кубов Я рассматривал еще Ну, вот эти более-менее старые Они там были в районе Там, по-моему, 3000 долларов Ну, я точно не помню Я вообще про деньги не хочу ничего говорить Как бы я остановился на Бандите И увидел у них там объявление Что у них стоит красного цвета Сузуки Бандит И я думаю, ну, надо поехать посмотреть Я приехал, посидел Ну, да, классно, удобно, комфортно Вот очень нравится Он мне прям по мне подходил Он ко мне идеально Вот, я съездил первый раз Потом приехал второй раз Тоже посмотреть, может, что поменялось Там был парень очень хороший Вот, и я спросил Как, что там Мы пообщались, поговорили там Ну, как-то так Вроде, ну, он шел, по крайней мере На контакт, на общение Вот Я посидел на Бандите Я посидел на Файзере Шестом ФЗ-6 Ну, по-моему, года 2005-го или 2006-го Он стоил дороже Чем я рассчитывал отдать за мотоцикл Но Он был хорош Он был инжекторный И, ну Я приезжал второй раз Тоже я ходил-ходил Опять посидел Что-то туда-сюда Это был ноябрь месяц И пришел я третий раз Туда Ну, то есть Я ходил по разным площадкам Но отношения И отзывчивость какая-то И по количеству мотоциклов По состоянию Даже визуально Мне понравилось Больше всего у них Вот Я приехал третий раз Значит И Третий раз опять Я один Зацикал Пять бандитов Пять ФЗ-6 Там еще что-то С чередованием Где-то в две недели Я говорю, что Блин, ну А можно проехать Как-то сравнить Вот Он говорит Да не вопрос Значит И что происходит Он заводит бандита Шестисотку Вот Я сажусь на этого бандита И Поехал вокруг там гаражей То есть Не быстро Там разогнаться Некуда было Дальше выезжать не хотел Вот И я по месту просто прокатился Там скорость Там 40 60 То есть Ну где Ну на короткое расстояние Мог развить Я проезжаю Значит На этом Бандите Делаю круг И вы знаете Что Я не получаю Никакого эффекта В сравнении Со своим банджажем Возможно На трассе Да Там Выкручивая ручку газа С места Я бы ощутил Но именно На низких оборотах На оборотах На низких Я не ощутил Вообще Не то что Разницы Я удовольствие Не получил Я не То есть Переплачивать Продавая этот Новый мотоцикл Покупая этот И Понимая Что ты быстро кататься Не будешь Я вообще Не кайфанул Возможно Я мало проехал Но первое впечатление У меня было такое Что Ну Не знаю Не кайфанул я Вот Я слез Продавец спрашивает Ну как Я говорю Ну Что-то Говорю Никак Что мне Двухсотка Что этот Говорю Честно Говорю Я не почувствовал Потом Сажусь Я на ФЗ Шестой Мотоцикл Этот Попытался На нем Проехать Проезжаю Круг Оказывается Он Хотя Он Пользуется Дикой Популярностью Его все Очень любят Этот мотоцикл Там От него В восторге Там Одни плюсы Возможно Для меня Он показался Еще хуже Чем Бандит То есть Вообще Мне не вставило То есть Это Посадка Постанова Хотя Ну Там Не на Один Класс Лучше Он Этого Баджажа Ну Блин По-любому Он лучше У него Как там Не крути Мне Впечатлило Меня И вот Тут Он Мне Выгнал Мотоцикл Третий Это Было Сибир 1000 Ф Модель Литровый Мотоцикл И вот Он Завел Его Я Сел На Него Я Только Тронулся Буквально Метров Наверное 100 Все Я Понял То Что Короче Какой Мотоцикл Мне нужен Вот Я был Просто В диком Восторге Я Нем Немножечко Проехал Понимаете Ты едешь Ты надавишь На газ А под тобой Какая-то Махина Мощная И Я Понял Когда В форуме Консультировался По поводу Второго Мотоцикла Я объяснил Что как Чего Хочется И я понял Что нужен Мотоцикл С хорошим Крутящим Моментом И как Как говорят С ровной Полкой То есть Он не будет Подхватывать На 7-8 тысячах Только у летателя А именно Мотоцикл Будет На низах Тянуть Очень Очень Классно И мне Вот этого Хотелось То есть Мне эти скорости Там Прочем Мне это Не нужно Было И я Проехавшись Понял Что я Кайфую От этого То есть Я чуть-чуть Даю газу А он Он начинает Рычать И ты начинаешь Ехать Все Я понял Что это должно Быть 900 литр И выше Я стал смотреть В эту сторону То есть К чему я говорю 600ка Если бы я сел На файзер 600ку Или на бандита То это было Скорее всего Месяц И я бы Заскулил бы Что мне было Скучно Неинтересно Я бы не получал Удовольствия От этого мотоцикла Все И я прям Заболел Я стал искать Варианты Что рассмотреть Я разные смотрел Ну и смотрел Диверсии Диверсия оказалась По цене Более-менее Такая Оптимальная По ценнику Вот Но Визуально Мне диверсия Не нравилась Чаще всего Они были В зеленом цвете Они Ну Некрасивый мотоцикл Да То есть Визуально Такой он не очень Но Потом Ну как-то Я все-таки Подумал Подумал Думал Ну любой мотоцикл Можно ведь улучшить Правда Как-то там Можно потюнинговать Пока уходит Че уж тут говорить И можно Что-то было Изменить Собственно Это я и планировал Сделать И Ну что там Искать Из мощных Там литровых Особо я ничего Не видел Я определился На диверсии Я пересмотрел В Минске Несколько диверсий Я съездил Даже Был в другом городе Смотрел диверсию Стал обзванивать И Нашел я Один мотоцикл В другом городе Не буду говорить Сейчас В каком Вот Сторговался За очень Очень низкую цену Достаточно Низкую Человек Снимал видео Там Неплохой Мотоцикл А до этого В Минске В форуме Один парнишка Отозвался По диверсии Говорит У меня Есть диверсия Говорит Хочешь Подъедь Прокатишься Ну представляете То есть Насколько Есть классные люди Которые Идут На вот этот Вот шаг Чтобы дать Свой мотоцикл По стороннему Чужому человеку Не знаю Как он ездит А может У него авария Через день И он оказался Рядом С моим гаражом Я приехал Вот он дал Мотоцикл Зеленого цвета Я прокатился И все Мне понравилось Вот эта моща Эта сила Все Да То что хотелось На поворотах С непривычкой Конечно для меня Было немножко Это дико Но это не являлось Каким-то минусом Все равно Мне нравилось Это была махина И вот мне Хотелось Здоровую махину После этого Я стал искать Искать диверсию Нашел диверсию И уже должен был Через два дня С этим Димой Он обещал мне сказать Я помогу тебе подобрать Посмотреть мотоцикл Вот Потому что он сам Перебирал Сам его делал И я поехал Как-то в бассейн А мы договорились Через два дня Уже вот Что мы поедем За этот другой город Если все нормально То мы купим этот мотоцикл А этот человек Обещал нам Там за небольшую сумму Пригнать его сюда В Минск С другого города Клантра 150 Вот И значит Я уже собирался ехать Через день настраивался Все И тут я Сходил в бассейн И после бассейна Думаю Заеду я на мотостронг Причина какая заедет То есть я хотел узнать Точно ли ты хочешь Этот мотоцикл Или может Посмотри еще что-то Может тебе еще что-то Понравится Я заехал Значит я опять на бандита Я опять на файзера Хожу смотрю Какой-то человек На триумфы сажусь На разные моты На девилька Я садился Пан Европа Да Ну блин Они все мне понравились Конечно Вот после Них я на шестисотки Эти все Ну я не мог садиться Спартачей вообще Я только сажусь Я сразу слажу Говорю Никогда у меня в жизни не будет Я даже могу зарекаться Не будет никогда У меня спортивных мотов Они мне в корне не нравятся И никогда не нравились Вот И значит Мы ходим И какой-то Человек Рядом стоит И выбирает себе Фыжер 1300 Вот Тоже красивый мод Я тоже на нем посидел У меня конечно сила Но он тяжеловат Для меня показался Немножко не совсем комфортен Пока возможно Вот И значит Я хожу в мотоцикл Хожу-хожу И А у них есть моты Которые пришли И которые еще Ну то есть не обслужены Они только пришли Видимо с Европы Там где-то И Ну они просто стоят Ждут свой час И когда видимо По очереди подойдет Их там Замена масла И прочего Чтобы выставить на продажу Я прохожу И смотрю Значит Стоит Серебристый мотоцикл Шопы Стоит Пыльный весь То есть Ну ужас просто Ну не ужас Ну такой весь Ни о чем Я прохожу мимо так Говорю Спрашивая продавца этого Егора Я говорю Слушай Говорю А что это Говорю Я говорю Это диверсия 900 Он говорит Да Я постоял Сзади посмотрел А он А там сзади еще Мотоцикл Он там запихан Я говорю Прошел еще круг Значит Возвращаюсь назад Опять смотрю Так Я говорю Слушай А сколько он стоит Он говорит Мы не знаем Мы еще не готовили Вот он недавно пришел Только еще и все Я опять Шел круг Все мотоциклы Вернулся Я говорю Можешь выкатить Ну посмотреть Потому что Я хочу Я хочу диверсию Рассматриваю Значит Вот он выкатывает Диверсию И я Все Понимаете Это вот как Клема в голове Когда ты вот Как любовь С первого взгляда Сука Я его только увидел И все И у меня Мир помутнел Я говорю А сколько стоит Я понимал Что сейчас будет ценник Ну в компании Мотостронг Вообще цены Выше чем в остальных Но Если вы не хотите Трахаться с мотоциклами То наверное Оптимально брать у них Потому что Я убедился в этом сам Вот И значит я говорю Выкатить Он выкатывает Все Я не могу Я смотрю на эту красоту И я говорю А сколько стоит Он говорит Да не знаю Говорит Его еще тут не обслуживаешь Я говорю Ты узнай Сколько стоит Потому что Мне интересно знать Он говорит Хорошо Позвоню директору Он звонит директору Директор проходит Время не отвечает Я свечусь Блин Я возле него туда Сюда Я и сел И все А у него еще знаете Сиденье Вот это вот Оно тюнингованное Оно широкое Нестандартное Оно просто бомба Ты садишь И ты как в кресле сидишь У меня даже первое время Немножко не имели суставы И я ожидаю Пока там директор ответит Все Хожу Сажусь Я кайфую Я блин Я не могу Он во всем То есть я ключ туда Назад А он сука Такой красивый Я не могу Просто вот Влюбился в мотоцикл Не знаю Возможно не в сам мотоцикл Возможно в цвет Но что-то меня зацепило В нем так Что я просто Я не могу вам объяснить Это просто дикая случайность И озванивается директор И называется сумма От той Которой я должен был брать Мотоцикл На процентов 80 выше Вы представляете Практически в два раза Но они называют Замена Замена резины Передней Задней Что-то там Еще что-то Не планировали делать Я говорю А если без резины Скажем там Мне называют сумму Минус 300 долларов Ну то есть Уже что-то вкуснее Все-таки 300 долларов И значит Я посмотрел Все Я еду домой У меня в голове Все это крутится Я приезжаю домой Я занимаюсь работой За компьютером Я ложусь в телек Смотрю У меня в голове Этот мод Что вот Мне надо ехать Я вроде как И отказался Все равно поеду Но я понимаю Что этот мод Не дает мне все равно покоя Я вот жду его Я с женой посоветовался И вот Я очень ей благодарен Она пошла мне навстречу Благодаря вот своей супруге Она меня поддержала Но я поехал туда И поговорил с директором Говорю Я готов взять без этого Ничего не делать Я все сделаю сам Не меняйте колеса Я все сделаю сам Но минус еще 100 долларов Я прошу вас бросить Хотя бы Чтобы мне вот тут На мелкие какие-то расходы Вот Директор пошел навстречу Вот И я в принципе Плюс Скажем так Тысячу долларов Я купил этот мотоцик От того Что я планировал Плюс тысяча Да Это достаточно много Но Ребят Поверьте Я на сегодняшний день Ни грамма не пожалел Я успел прокатиться С кармой На этом мотоцикле Меня уже успели Тормознуть менты Я нашел всего лишь один день Хороший Солнечный Который просто кайфанул Вот момент Который еще хотел сказать Значит Я поехал на нем Я на нем прокатился Да Тяжеловато Все Но все равно То есть я чувствую Что от него кайфую И Спереди удары Вилку какие-то Я не знаю Что там было Я не могу сказать Вилка сама не течет Ничего Все нормально Но какие-то удары Вилку Я проезжаю Говорю директору Алексей у них директор Я говорю Алексей Ну что ты Говорю мне не нравится Я говорю Какие-то Стук какой-то Вилки непонятный Какой-то Что-то не нравится Он сел Прокатился И говорит Давайте так Вы завтра Приезжайте Ну мне понравилось То что он Мотоцикл подкатил Там ребятам Которые ремонтируют И говорит Значит надо сделать Это, это, это И я сказал Что вы не торопитесь Я приеду к часу На следующий день И заберу его Ну вы пожалуйста Сделайте хорошо Я не знаю В чем там проблема была Там что-то с подшипником было Я приехал к часу Значит все Ребята сделали Я оставляю свой автомобиль Я сажусь на диверсию Надеваю шлем Амуницию И я поехал Я поехал домой Проехал 25 километров Это было 25 километров Необъяснимого Кайфа Вам просто Не могу рассказать Ты на дороге Теперь стал человеком На трассе Ты стал Ты не уступаешь Вообще никому Тебе стоит Чуть-чуть Вот открутить ручку газа Тебе не надо Ничего доказывать Никому Не надо реветь Ты просто Откручиваешь газ И ты улетаешь Моща То есть вот это вот Вот это Как говорят Ровная полка Да Или там Хороший крутящий момент Он делает свое дело Так оказался у меня мотоцикл Я еще на нем покатался У меня ГАЕ остановило Но у меня было После оформления Еще 10 дней Я мог ездить без техосмотра Я его приехал Я его оформил Оформил достаточно быстро Все Мотоцикл остался у меня Ну вот вкратце Не вкратце даже Наверное длинная для Ютуба история Как я перешел на этот мотоцикл Вот Пробег у него 45 тысяч Это честный пробег Это видно по мотоциклу По его состоянию Я смотрел Ну давайте так Не буду опять спойлерить Мне всегда хочется Забежать вперед Вот На этом Это видео я заканчиваю Я рассказал вам Почему я с двухсотки Перешел на На Ямаха диверсия Вот И следующее видео Совсем-совсем скоро Буквально там В течение там Трех-четырех дней Будет видео О Обзор этого мотоцикла Я много здесь сделал Я решил так Что я сниму сначала Обзор Как я вижу этот мод Что в нем было Когда я купил Я его полностью Разбирал Весь пластик Все Чтобы посмотреть Что у него внутри Вот С какими проблемами Коснулся Какие у него были Косяки А они были И не факт Что люди Которые Продают Знают об этих косяках Ну конечно Они Ну может и знают Я не знаю Вот Но факт то Что Вот На нем есть косяки Но эти косяки Все поправимы И я полностью изучил Я много на нем сделал И сделал Всяких игрушек Много У меня заказано Ну наверное Уже больше 30 заказов С Алиэкспресс Из них третья часть пришла Еще 22 заказа В пути Я скажу Что я сделал Буду проходить И рассказывать Я сначала сделаю Полностью обзор мотоцикла А потом я планирую Все таки снимать Частично И фрагментарно Что я сделал Как я это делал Ну я понятно Не могу все разобрать И все показывать Заново Наверное Ну так не получится Поэтому уж простите Будут какие то видео Коротенькие Просто ну что я сделал В нем Все Ну и дальше То что новое Я уже буду устанавливать И делать на этом мотоцикле Я все это буду Описывать Ну а на этом пока все Спасибо что послушали Мои откровения Вот Искренне советую Ребят Смотрите Кому-то нужен Может возможно Второй мотоцикл Спортивный Кому-то нужен такой Мне понадобился Мотоцикл Более мощный Если кому-то Ну опять же То есть Можно менять После двухсотки Если вы себя чувствуете И вам нравится Какой-то более-менее Скоростной У вас голова на плечах Есть То вам подойдет И шестисотка Какая-нибудь спортивная Но ребята Ну не бандиты Ну возможно Файзер Да Как вариант Такой неплохой Мотоцикл Очень шикарные Отзывы о нем Прям все его любят Обожают Я в корне согласен Но мне чего-то Не зашел Не знаю почему Вот Если вам Спартачи Какие-то Катаны Там 750 Нравится Прочем Можно брать Уже вторым Мотом И кататься На спортивных Мотоциклах Где быстрее И резвее Опять же говорю Я выбрал Этот мотоцикл Цена Качество Почему год Такой 2002 года Кстати он Это очень классно Они с 95 Идут Кстати я Планировал Брать до этого 95 год Вот А взял 2002 Я считаю Что Горя для мотоцикла Главное состояние Ну блин Ну 7 лет Согласитесь Есть же все-таки Разница Какого там состояния Не было И пробег И прочее Вот Мотоцикл С Германии Этот есть У меня Бриф на него Пробег Здесь конечно Честный Вот Ну в общем Мне не терпится Сделать обзор И сказать Что я здесь Сделал Это видео Длинное А второе Будет тоже длинным Ребят Кому не нравится Нахер посылайте Не смотрите Пока на этом все Еще раз Всех вас С праздником С прошедшим С наступившим Вот Кто подписан На меня Ради баджажа Ребят Не уходите Я буду стараться Ну какие-то Интересные фишки Показывать Я не занимаюсь Переборкой моторов Поэтому Какие-то фишки Больше показывать Буду Которые вам Подойдут Для баджажа Ну Покатухи Буду конечно Снимать На этом все Спасибо Что были с нами Спасибо Кто поддерживает Канал Если какие-то Вопросы есть Чем смогу Я всегда помогу По баджажу По двухсотке Я знаю Очень-очень Много Поэтому Если нужно Подсказать Что-нибудь Я подскажу Спрашивайте Все Спасибо Пока Продолжение следует